Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и специально для вас я записал видео о том, как я открыл 117 контейнеров. Мне на это понадобилось неделя и 4 аккаунта. Если вы не знаете, хотя я не знаю, как можно не знать, но мало ли вдруг, есть малый контейнер, есть большой контейнер и есть огромный. Огромный контейнер вы можете открыть раз в неделю, большой контейнер два раза в неделю. Ну и вот этого малыша можете открывать три раза в день, каждый день и плюс еще три раза докупать за серебром. Когда вы открываете его за бесплатно, то и в принципе не ожидаете чего-то там уникального, да? Но вот когда вы покупаете его за серебром, вы надеетесь на то, что вам выпадет что-нибудь более интересное. Но, ребят, как показала практика, не всегда то, на что ты надеешься, действительно совпадает с реальностью. Я открыл 117 контейнеров. Как это происходило, мы начинаем с вами смотреть, а я параллельно начинаю рассказывать. Итак, друзья мои, когда я начал открывать контейнеры, то понял, что в принципе просто так открывать контейнеры 7 дней не так уж и весело. Поэтому на одном из своих аккаунтов я решил, что буду докупать по три контейнера каждый день, для того, чтобы сравнить, а будет ли лучше результат. И честно говоря, результат меня не сильно удивил. Я открыл 117 контейнеров, 42 контейнера малых, открыл на одном из аккаунтов, 21 контейнер бесплатный и 21 платный. По 21 бесплатному на оставшихся трех аккаунтах. Всего я открыл 105 малых контейнеров, 8 больших контейнеров и 4 огромных контейнера. Что я потратил? Я потратил время и я потратил на 1 миллион 365 тысяч серебра на открытие платных контейнеров. Что я в итоге получил? Я получил огромное, огромное несметное богатство в виде бустеров перезарядки оборудования, причем бустеров обычных, не редких, не эпических, а обычных, 305 штук. Что еще я получил? Я получил бустеры на серебро. Здесь уже немножко поинтереснее, 138 штук я получил за неделю. Но, ребят, это по всем четырем аккаунтам вместе. Я получил на все четыре аккаунта вместе 12 тысяч свободного опыта. Я получил 730 тысяч серебра, опять-таки, на все четыре аккаунты. А на одном из них затратил, напомню, 1 миллион 365 тысяч. Что еще было интересного? Еще из интересного было аватары. 25 штук на 4 аккаунта. Что, в принципе, говорит о том, что можно аватарами запасаться абсолютно спокойно. Вот прям на каждый день висящий аватарчик у вас новый какой-нибудь будет. Хотя, в основном, ребят, они повторялись. Что было еще веселого и интересного? Еще были сертификаты. Но, правда, где-то была часть сертификата. И 7 частей сертификата выпало мне один раз на, по-моему, час прем-аккаунта. Да, на один час прем-аккаунта. Я собирал, собирал, собирал. И за все время, сколько я открывал аккаунты, мне ни разу, ребят, ни разу не выпало золото. Но прилетел подарок от моего зрителя. И открытие подарочка вы можете посмотреть по ссылке, которая всплыла во время того, как подарок сейчас показался на экране. Я был безумно рад, что внутри можете увидеть, перейдя по ссылке. Итак, ребят, открыл я 117 контейнеров. И в результате я понял, что чаще всего выпадает бустер перезарядки. И, причем, бустер обычный. На втором месте, по тому, насколько часто выпадает бустер, был у меня бустер опыта и бустер на серебро. И все они были обычные. Что касается редких и эпических, они выпадали не так уж и часто. Поэтому особо, как бы, не разживешься. Но, в целом, ребят, мне почему-то кажется, что результат открытия таких контейнеров конкретно на халяву, он действительно годный. Он действительно нормальный, потому что можно разжиться большим количеством бустеров. Бустеров я, честно говоря, даже не предполагал, что такое количество бустеров я реально собираю в течение недели. Я боюсь себе представить, что я собираю в течение месяца, либо года. Таким образом, ребят, получается, что открывать бустеры вот таким вот путем, открывая контейнеры, открывать себе дополнительные возможности по прокачке ваших веток, допустим, открывать себе дополнительные возможности по фарму серебра, это действительно, действительно, ребят, годный вариант. Единственное, что мне действительно не выпала ни одна из машин и не выпало золото. За все время мне выпал один редкий вот этот вот, ну, в принципе, редкий, один бустер на голду. Это единственное, что мне выпало на одном из аккаунтов за неделю. Поэтому сказать, что вот свою вот эту вот тысячу бустерочков, которые я все никак не могу обналичить, ну, прям совсем быстро можно получить конкретно из контейнеров, нет, ребят, быстро вы их не получите. Но стоит в то же время отметить, что из вот всех вот этих вот возможностей выпадения машины, некоторые машины мне действительно из контейнеров выпадали на удивление. Потому что, допустим, из платных контейнеров за 8 лет ничего, а из вот этих бесплатных я действительно смог получить транспортные средства. Ну, а именно, из вот этого контейнера я себе забрал как Т-25, так и Черчилля 3. Я был, честно говоря, безумно счастлив, хотя машины не сильно годные, но в целом, как халява, очень даже заходит. А из вот этого контейнера мне выпадали СУ-100У и Сентинел. Все остальные машины я себе покупал. Ребят, напишите вы в комментариях, что выпадает вам из бесплатных контейнеров, часто ли выпадают золото и транспортные средства, ну и поделитесь своим опытом открытия контейнеров платных. Возможно, я действительно не совсем фартовый чувак, а вам постоянно из них что-то вылетает. А вообще подписывайтесь на канал, потому что это будет наивысшая оценка моих трудов. Поверьте, нарезать 117 фрагментов видео по полторы секунды, для того, чтобы сформировать целое видео, это была задачка не из легких, у меня до сих пор ноет палец от травматизма. Спасибо вам большое за просмотр. Приходите на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, обязательно нажимайте на колокольчик, для того, чтобы не пропустить новые видео. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего вам, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok